Всех приветствую на своем канале, с вами я Андрей Шутов. И в прошлом видео я рассказал некоторые нюансы по поводу того, как уродует тело человека при психотерроре. Именно чтобы у людей не было паранойи, я раскрыл свои такие, можно так сказать, тайны. Ну, в плане того, что унизительные, да, по поводу вот этого вот. Вот, но это надо для науки, потому как люди, которые не знают, что это такое, да, они будут думать, что все в нашей жизни происходит просто так. Вот, поэтому для людей новеньких, которые будут изучать это, да, мне не стыдно ничего рассказывать о таком для того, чтобы люди спасали свою жизнь, да, и не пользовались там какой-то фармацевтикой, да. Когда, ну, пользоваться-то можно, но ты пойми, что тебе будут впрыскивать это просто под кожу. То есть, да, это по поводу там прыщей, когда я рассказывал, по поводу грей вот этих вот, черей, как их в народе называют. Когда я рассказывал в прошлом видео, да, то есть фурункулы эти все, это все делается для того, чтобы постыдить человека. Ну, я мужчина и конкретно мне нечего скрывать, мне плевать, что кто там подумает, подумать о своих скелетах, которые у вас в шкафу. И если рассказать реальность о том, что происходит в реальности, да, с жертвой психотеррора в открытой фазе, с людьми такое делают, что если описать это правду, ну, по правде, да, правду рассказать, у людей просто бы уши в трубочке бы скомкались. То есть, эти скелеты в шкафу у людей глубоко где-то, и эти все мучения, страдания и все эти пытки на теле человека скрываются, естественно, у нас в душе, и о них знает только Бог. Ну, я вот раскрыл некоторые нюансы, да, нюанс этот был на копчике, да, когда подсадили этот страшный прыщ, вот. Вот, но я ни о чем не жалею, я рад, что я столкнулся, да, с такой фигней, да, и я сейчас раскрываю правду людям, что же творится. Значит, сейчас я поговорю еще раз и раскрою некоторые фишки этих ублюдков, и это касается именно психотеррора, чтобы люди не довели себя до такого состояния, когда я был маленький, и мне тогда было лет, наверное, может, 16-17, там, не знаю, может, 18. Может, постарше, может, 19, где-то так, около 20 лет. Вот, и я хочу сказать, меня тогда довели эти ублюдки до суицида, но я не знал, что это еще психотеррор. То есть, да, я вообще не предполагал, что такое явление существует. Значит, я назову это «Залашить». Поехали. Сейчас вы видите на фотографии девушку с ярко выраженным профилем. Такой нос именно у меня. Вот. Плюс я еще подрался с одним пидорасом, вот, и, ну, как мне подрался, я был тогда маленький, он был у меня старше, получается, который вышел с зоны, вот, отсидел 6 лет за изнасилование. И он мне дал в нос. Ну, мне еще было тогда лет, наверное, не знаю, 15-16, может, 17 было. Вот. Этот пидор дал мне в нос, получается, у меня было потом искривление носовой перегородки, вот. Короче, ну, это все херня. Фишка в том, что носик у меня, вот, да, вот, искривление перегородки, это по матери искривление есть. С этим я согласен, именно костная ткань. Но фишка в том, что нормального человека это не касается. Для мужчины, наоборот, это хорошо так. Так, профиль несет в себе другие качества. Ну, вот, я сейчас приведу пример, как довозят они до суицида. Раскрою еще один секрет. Короче, подсылаются эти агенты, их дети, там, неважно, в маршрутке, в автобусы, везде, короче, вам будут пальцем, именно пальцем, именно жестами, вот эти вот теги якоря, будут показывать на ваш какой-то нюанс, да, на вашем теле. Допустим, это нос. Вот у нее такая вот горбинка. Но это же не значит, что это ее, ну, как бы, нехорошее качество, да. Наоборот, где-то, может быть, это отличное качество, то есть, это выражает, это ее изюминка, там, все такое. Но эти твари научные, они превратят это именно в какой-то дефект, именно в дефект, и они будут показывать это, типа, вот у нее искривление носовой перегородки, и они будут постоянно в автобусе вам потирать этот нос. То есть, я бы лучше на себе показал, как они это делают, но вы сами понимаете, как они это делают. Пальцами, то есть, будут вам стоять и показывать. Может, кончиком ладони даже коснуться, вот, дюбки носа, прямо в наглую, вот так вот, типа, посмотреть. Вот, то есть, ну, то есть, будут издеваться. И это, запомните меня, вот сейчас, запомните мои слова. Это все делается этой мафией, ублюдков, которые уже в закрытой фазе вас взяли под контроль. Они довозят вас до суицида, вот. Я не понимал, то есть, что происходит тогда еще, но хотя, ну, девочки всегда там были, девушки, да, там, ну, они-то понимали, что я в порядке, там, все такое. Но вот это вот, эта скапка, именно тег, он уже влазит в мозг, в мозг человеку. И человек постоянно находится в дискомфорте. То есть, они якорят этот тег. И вот этот вот изъян, получается, вас будет преследовать всю жизнь. И я от многих девушек, получается, отказывался из-за этой херни. Вот. Я думал, я, мол, такой вот, ну, некрасивый, там, все такое. Хотя, наоборот, мне кажется, это даже нравилось. Потому что у мужчины от этого зависит другое качество. Вы сами понимаете, о чем я, да? И это правда. Но тогда это мне в мозг впилось настолько, что я однажды, ну, изрядно выпил. И, ну, мне было, наверное, тогда уже 18. И просто выкурив сигарету, бросил ее в комнате на пол и просто взял лезвие и вскрыл себе вены. Я вскрывал их очень тщательно и глубоко. Давил этим лезвием, аж изрезав руки. Но тогда с утра я проснулся в кровище весь. И приехала моя мама, что она была в шоке. Вот. Вот так эти уроды. Она спросила причину. Я ей объяснил, что из-за внешности. Она разрыдалась и, ну, просто сказала, пожалуйста, не делай так больше. Типа. Вот. Тогда я не осознавал, что это просто ублюдки подставленные. Вот. Причем, когда я однажды ехал в автобусе с девушкой. Нет, это был троллейбус. Две суки стали подставленные вот эти вот жидовки, можно так сказать. Вот. Они стали и начали прямо мне в ухо говорить. Ой, смотри, какой у него носик. Ой, да еще сейчас обидится. Типа, а моя девушка все это слышала. Блин, мне стало... Ну, то есть, это реально психотеррор. Это твари, которые подсылаются к вам. И они стоят и специально издеваются. Вот. А уже, когда началась открытая фаза, они уже начали полномерно издеваться. То есть, да. Когда я ходил на дискотеки, там все такое. Собиралось три человека. Получается, становитесь вы где-то здесь. Тут. Вот. Становится три человека. Я их выделил черными линиями. Тут один. Вот. Тут один. Когда вы танцуете, именно. Тут один. Они специально подходят, эти ублюдки. Фишка в том... А, да скажу еще. Вот в троллейбусе. В троллейбусе, естественно, а что ты можешь сделать? Это психологическое угнетение. Ты ничего не можешь сделать. Главное, в голове мужчины, это хочется им раскроить, естественно, бошки, наверное. Потому что, ну, на тобой же издеваются. А что ты можешь сделать? То есть. Вот. Причем они делали это все шепотом. Все такое. Потом, когда я пришел, получается, на дэнс один раз когда-то. Вот. Эти ублюдки, что они сделали? Они все стали, короче, специально подошли. Типа, танцуешь ты, да? Они к тебе подходят и начинают прямо в наглую, типа, тереть пальцами нос. Вот. Показывать на мой, типа, якобы изъян. Но это все фальшь. Никакого изъяна нету. То есть, да? Вот. И, короче, мне пофигу было. Я танцевал. Я понял, что что-то тут не так. То есть, да? По барабану. То есть, со мной моя девушка. Я понимаю, что все в порядке. Что мне эти пидорасы какие-то начинают мне показывать какую-то херню? Мне на них было плевать. Тем более, мы заряжались нормально. То есть, да? Ну, тогда еще такой образ жизни. Я не был, не выцерковлялся, не был верующим человеком. Так. Ну, крест на себе носил, естественно. Но еще так не был покружен верой. Это потом я узнал, что существуют такие вот подонки. Вот. Вот. И они вот так вот пытаются вас унизить, короче, вытеснить, чтобы вы ушли. Причем, подосланные их бабы были там. Ну, девушки тоже. Тоже показывали на это. Вот танцует она и показывает на это. Я смотрю, и тебя реально это психологически якорит. Ты перестаешь быть уверенным в себе. Тебе хочется уйти сразу. Ты сразу опускаешь глаза. Ты думаешь, я там такой-то урод, блин. Что же такое? Там, спасибо маме, спасибо папе. Ну, это все фальшь, это ложь, короче. Это они, эти суки. Они довозят человека до суицида просто, реально. Они делают это для того, чтобы в надежде, чтобы человек покончил с собой. Вот и все. Это все их, это их подставные агенты, проплаченные их детишки, вот, ублюдки эти. Вот. Они приходят это делать для того, чтобы вы себе навредили. Вот и все. Это дай бог, что я еще не умер. Я реально тогда, когда вскрыл себе вены. Идем дальше, короче. Сейчас еще расскажу, как они это делают. Сейчас загружаю новый файл. Короче, смотрите. Вот у этой девушки реально высокий лоб. Мы знаем, что высокий лоб это признак интеллекта. Но на дне никто стебаться не будет, потому что она супертипо звезда. Но я не вижу в ней суперзвезды. Просто фальш тоже. Я вижу просто девушку, да, с высоким лбом на данный момент. Вот и все. Ее знаменитость позволяет ей быть на высоте. И ее позиция в шоу-бизнесе там и так далее. Но это ничего не меняет. Если бы она была среднестатистическим человеком, над ней ее можно было заложить. А заложить как? Короче, эти гандоны, они создают такую тему. Вот если у нее высокий лоб, то они будут всячески подкалывать. Это может быть со школы. Всякие подколки про лоб. Там всякое такое. Потом занесут какие-то теги, придумают кличку. Эти суки, они придумывают клички. У нас у всех есть клички, если честно, при психотерроре. Это 100% я вам даю. Они, эти твари, специально выбирают внешность человека. Выбирают какую-то комическую внешность. И даже фамилии наши имеют уже у них, мне кажется, какой-то вес. То есть, они выбирают все для того, чтобы стебаться. То есть, издеваться. И мне кажется, вот так вот люди, они даже в психотерроре выбирают. Не просто там по какой-то причине. Они могут выбрать человека просто... Да ради издевательств. Им нравится издеваться. И когда эта девушка будет, она в кругу других девчонок, будут суки, я уверен. Сучиные твари, которые будут на нее издеваться. Будут называть ее Лобик, там всякие клички придумать и все такое. Также я встречал даже, ну сам я, сам я, да? Встречал у этих усарочек, да? Даже имена, допустим, смотрите, Лобода. Лоб, о да, да? Я даже встречал жертву, которая мне жаловалась. Андрей, у меня там, ну... У меня такой высокий лоб, я всегда комплексую там все такое. Понимаете, это шоу-бизнес и реклама против жертв психотеррора. Вот против нее никогда не будет этого. Потому что она продалась дьяволу. Ее уже по барабану. У нее никогда не будет этого изъяна. Но он же виден, да? У нее реально высокий лоб. Вот, то есть, сама форма черепа у нее такая. Ее в школе, возможно, тоже лошили. Это 100%. Но я запомнись одну вещь. Лошили не просто так, что она некрасивая. А лошили именно гондоны, которые подосланы. Вот. Которых обучают. И сейчас в Российке, в школе, существует такое, что берется ребенок. Ребенок интеллигентного человека, я заметил. И его просто даже подставные агенты спецслужб, учителя, начинают лошить. То есть, агенты сионизма. Они берут этого ребенка и доводят до суицида. Вот таким еще способом, с помощью кличек, с помощью выраженной внешности, эти суки могут вас довести до суицида. Вот так вот. Вот так вот они убивают сейчас людей. То есть, детей. Сколько людей покончило с собой. То есть, это все их агенты спецслужб. Это все их обученные детки и так далее. То есть, вот в принципе такая информация. По поводу кличек. Клички они придумают постоянно. Они могут взять вашу внешность, даже в своих вот этих жидониках, да, жидовских на ютубе, где-то еще. И эту кличку будете знать лично вы. Даю слово. У меня это тоже есть. Они могут ваш ник взять, коверкать там в никах у себя. Ну, то есть, в названиях называться. Фамилии менять, короче. И вот так вот они действуют. Просто это психология, NLP-технологии. То есть, они знают это. И их рекламы, вот эти в шоу-бизнесе. Номинования певцов, бренды какие-то. Все это играет против человека. Сама психология заключается в том, чтобы довести человека до суицида. Надеюсь, вам понятно. Не делайте этого никогда. С вами все нормально. Это эти суки работают. То есть, работают агенты сионизма. Они работают против вас. И это все правда. Это все правда. С этой девушкой все нормально. Она обычная девушка. Просто у нее такие черты лица. Потому что это генетика. У каждого свои нюансы. Но это же не значит, что это наоборот дисфункция организма. То есть, это не играет позитивную роль. Наоборот, на ней это наоборот отличительная черта. Она замечательно выглядит. Там все такое. Я не имею ввиду этого конкретного человека. Я имею ввиду конкретного человека, какую-то девушку. И такой нюанс ее никогда не испортит. Это внушат ей агенты этих спецслужб. Вот и все. Значит, сойдем дальше. Сейчас еще продемонстрирую кое-что. С точки зрения меня и с точки зрения, не знаю. Ну, как мужчины. Короче, еще есть фишка. Сейчас мы видим такую девушку, да. Она немножко полненькая. Все такое. Я даже не в панте открою. Просто так. Вот. Она, как бы, ну, сказать, с точки зрения мужчины, да. Она просто полноватая. Но это даже ее красит. То есть, да. Она выглядит как женщина. Она, ну, то есть, ей еще можно там похудеть. Все такое. Все. Может быть, она немножко себя запустила, поправилась там. Но у нее же нет никаких реально нюансов. Для мужика это нормально. То есть, да. Когда он будет чувствовать женщину. А эти пидорасы, которые к ней будут прислосно, ну, взасланы. Девушки там всякие ее знакомые. Могут сделать так, что ей внушат, что она слишком толстая. И, короче, ее начнут у тебя генты спецслужб подсаживать. Вот. Потом человек начнет забивать эти скапки себе в голову. Изуродует себя. Может прекратить там есть. Что-то там придумает. Это эти же суки. Агенты этих спецслужб. Агенты сионизма. Они просто доводят человека до суицида. С ней все в порядке. Нормально. Ей просто надо, может быть, чуть-чуть похудеть. Но эти твари используют этот нюанс. Будут говорить ей. Ну, показывать тегами. Все, что она полненькая. Там все такое. Будут доводить ее, опять же, до суицида. И вот так вот они доводят людей до самоубийства, короче. Вот такими вот нюансами. И запомните, если вам кто-то что-то такое показывает, и у вас забивается это в голову, знайте, это психотеррор. Это, короче, агенты спецслужб. Агенты этих ублюдков. Они пытаются вас, ну, исказить вашу внешность как-то. Пытаются сделать так, чтобы вы покончили с собой. Все решаемо, любая ситуация решаема, поймите в жизни. И никто никогда из-за таких вот глупостей никогда не закончил бы жизнь самоубийством. Потому что это все откладывают нам в мозги агенты спецслужб. Я вас уверяю, они везде. Просто вы об этом никогда не догадаетесь. Вот. Эти агенты спецслужб специально обучают своих детей. Это эти суки, они вечно, всю жизнь живут так, по ихнему талмуду. Поймите, я прав 100%, потому что иначе тут никак. Вот. А нормальных людей, смотрите, какая замечательная девушка. И нормальных людей, короче, вот, они пытаются изуродовать. Потому что у них, у самих нет качеств никаких там. Они все бледные, сероводородные, конченые. Вот. А нормальных девчонок, сколько русских там, сколько, ну, нормальных вот реально. Людей, сколько они уже в земле лежат из-за этих сволочей. То есть, посмотрите на звезд на этих конченых. Как они выглядят вообще. Там смотреть не на что. Вообще абсолютно не на что. Вот. А нормальных, то есть, людей, там, они пытаются исказить их психику и довести до самоубийства. Вообще, это вот NLP технологии. И они ими пользуются. Я думаю, дал достаточной информации, чтобы ввести вас в курсы, вот, как они доводят до суицида. С вами был я, Андрей Шутов, канал 100 психотеррор и канал для пострадавших от психотеррора. До связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова